Здравствуйте! На календаре февраль, а в эфире Черноморская телерадиокомпания и программа Крым Сегодня. С вами Александр Янковский. Еще в сентябре 2015 года наши крымские корреспонденты сняли, как на полуострове готовятся к возможной энергетической блокаде, к возможности отключения поставок украинской электроэнергии на оккупированной Россией украинский полуостров Крым. О том, как это было, мы сейчас и посмотрим сюжет наших корреспондентов, который был снят в сентябре 2015 года. Новые электроопоры, огромные катушки с кабелем линий электропередач, изоляторы, заземление. В Крым экстренно ведут энергомост из России. Согласно плану строительства, объекты будут размещены на территориях Темрюкского района Краснодарского края и Ленинского района полуострова. Объект включает в себя переходные пункты по обеим сторонам пролива и подводные кабельные линии по дну моря. На сегодняшний день 90% энергообеспечения Крыма зависит от поставок из Украины, отмечают в российском правительстве. Есть в Крыму своя генерация электроэнергии, но ее доли незначительно, отмечает министр энергетики России Александр Новак. Что касается строительства подстанции, электростевого комплекса и кабельного перехода, здесь у нас сроки довольно жесткие. И в 2017 году мы должны закончить соответственно федеральную сельную программу, а первый пусковой комплекс мы даже стараемся более ранние сроки реализовать. И в декабре 2015 года, то есть в этом году, уже первые перетоки из российской энергосистемы, из общей нашей единой энергетической системы, будут обеспечены в объеме примерно до 400 мегаватт. На Керченском полуострове вовсю идет работа по прокладке энергомоста. Начинается она на берегу моря в районе села Глазовка под Керчью. Прямо у кромки воды из-под земли выходят большие трубы, внутри которых будут проходить высоковольтные провода из России. Чуть выше приемная электростанция, перераспределитель электричества. Неподключенные опоры стоят уже практически до самой Феодосии. Где-то они уже расположены вертикально, где-то еще лежат в степи, в собранном и готовом к установке виде. Проблема с энергообеспечением Крыма вновь зазвучала на фоне гражданской блокады полуострова. Гражданская блокада Крыма – это первые шаги, это первый этап блокады Крыма. Я не исключаю, я именно в этом контексте говорил, о том, что следующими шагами будет энергетическая блокада. Но это зависит от множества иных факторов. Скажем, дальнейшее развитие ситуации вокруг так называемой ДНР, ЛНР в аспекте объявленных там на 18 октября незаконных выборов. На материковой части Украины знают о том, что Россия уже в скором времени может подключить Крым к своим энергосистемам. В средствах массовой информации стали появляться первые комментарии по этому поводу. Россия сейчас прокладывает крабль по дну Керченского пролива. Если они это успеют сделать к ноябрю месяцу, при первых морозах они начнут нас дрессировать. Кто за это будет отвечать? Есть власть или нет? Есть государственные мужи или нет? Они понимают реальную ситуацию и сложность положения. А вот оккупационные власти Крыма пока воздерживаются от комментариев по поводу возможной энергетической блокады. Пока на заявление Рифата Чубарова откликнулся только так называемый вице-премьер Крыма Руслан Бальбек. Рифат Чубаров презентует на октябрь отключение Крыма от электроэнергии. Интересно, а в ноябре будет отключение Крыма от воздуха, затем от перелетных птиц, от сезонных миграций животных. Наверное, в ближайшее время мы подарим Чубарову рубильник для отключения его воспаленного сознания. Крымчане, разумеется, о возможности отключения электроэнергии в курсе. Мнения жителей полуострова встречаются разные. Ну, конечно, это беспредел со стороны Украины. Ведь Россия платит за ту энергию, которую нам электроэнергию передается в Крым. А в их этой ситуации договариваться надо. Мирным путем. Когда больные люди находятся у власти, то, увы, все возможно. Выход только в единении, ставить общие цели. Один на это. Чтобы была вся единая. И Россия, и Украина, как раньше было. При Союзе. Многие вспоминают 90-е, когда на полуострове происходили веерные отключения электроэнергии. Мы все равно соседи, мы связаны, мы всегда были связаны. И, в общем-то, все равно это все когда-то придет в то русло, которое было. И просто те люди, которые этим занимаются, мне кажется, как-то будет им стыдно. Пока Россия экстренными темпами строит энергомост с Крымом, в Украине все еще продолжаются дискуссии по поводу отключения полуострова от энергоснабжения. Вы смотрите программу «Крым сегодня». Иногда очень полезно пересматривать сюжеты, там трехмесячной давности. Напомню, этот сюжет нашей службы новостей «Волна» был снят в сентябре 2015 года. За это время произошло много изменений. Украинская электроэнергия в Крым больше не поставляется. С 31 декабря 2015 года и 1 января 2016 года даже Всероссийская служба изучения общественного мнения провела экспресс-опрос крымчан, якобы провела, на котором выяснилось, что 93% крымчан против поставок из Украины электричества на том основании, что Крым является оккупированной территорией Украины. Против и против. Потом в январе уже та же самая социологическая служба провела социологический, извините за тавтологию, опрос уже граждан по всей России. И спросила, а вы за то, чтобы электроэнергия поставлялась в Крым на условиях того, что в договоре будет указано, что это оккупированная территория Украины. И теперь уже свыше 80% россиян ответили на этот вопрос, что они против. О том, что будет дальше с Крымом без украинского электричества, есть ли на самом деле энергомост, о котором нам столько много говорят, и на открытие которого приезжал в Крым президент Российской Федерации Владимир Путин, мы поговорим с Сергеем Диченко, главой бюро комплексного анализа прогнозов. Здравствуйте, Сергей. Ну что, можно ли сделать вывод, что вот просто я почему задаю такой вопрос, значит, с 31 декабря или с 1 января 2016 года не поставляется украинская электроэнергия в Крым. Но ведь вот что интересно, еще в декабре, значит, приехал господин Путин, сказал, что все, вот он сделал этот жест рубильником, что пошла якобы электроэнергия в Крым, и тут начались холода в Крыму, и даже просто там не какая-то запредельная минусовая температура. Вот прямо сейчас в Крыму продолжают наблюдаться, знаете, постоянное отключение электроэнергии. Если работают кафе, они должны работать только с генераторами, если работают какие-то тоже увеселительные заведения, они тоже должны быть работать с генераторами. О чем все это говорит? Ну, это говорит о трех вещах. Первое. В Крыму остается без украинской электроэнергии устойчивый дефицит где-то в 400 мегаватт. Поступает электроэнергия через мост, определенное количество, но оно не решает ту проблему энергообеспечения Крыма, ну, как это обещано. Где-то 400 мегаватт – это треть потребностей, и в пиковые особенности при холодах, в пиковые нагрузки, конечно, не хватает электроэнергии, и приходится применять верное отключение. Второе. Теплоэлектроцентрали Крыма дают меньше 200 мегаватт электроэнергии. Ну, вот, извините, сам господин Плакеда, которого называют министром, а теперь он, извините, директор Крымэнерго, он говорит о том, что там, допустим, на прошлой неделе это было порядка всего лишь 130-140 мегаватт. Ну, меньше 200, да, где-то 130, такая цифра. Это более-менее надежные источники энергобеспечения. Остальное – это переносные дизельстанции и возобновляемые источники, солнечные электростанции. Это ненадежные источники энергии, они стабильные, поэтому даже то энергообеспечение, которое сейчас, оно находится под угрозой. Плюс сам мост, он, в общем-то, тоже. Специалисты говорят, что, ну, по Керчевскому проливу кабель тянуть – это дело, штука опасная и ненадежная. Но протянули же или нет? Ну, протянули, но что… Ну, вроде протянули, потому что если бы не было этих 400 мегаватт, которые декларируются, или меньше, ну, на треть, я думаю, что был бы аварийный режим работы энергосистемы. То есть это подача электроэнергии по часам. То есть, наверное, есть. Протянули вопросы, там, технические характеристики, но надежность этого все очень и очень низкая. И почти наверняка там латают, все происходит в режиме латания дырок. Недаром Аксенов вот на днях сказал на совещании, вчера, по-моему, что у него большие претензии к некоторым чиновникам. Ну, понятно, что стоит вопрос о распределении дефицитной электроэнергии. Понятно, что там он распинал ранее кого-то, что, наверное, необходимо же в первую очередь подавать на квартирные дома, где полностью все оборудование бытовое на электроэнергии. А там немножко, судя по всему, по другому принципу распределяется электроэнергия. Тоже вопрос там возникает. Поэтому вопрос там, естественно, не решен. Это понятно, и решен он быть не может. Нормальное решение вопроса для Крыма, это очевидно, все-таки строительство двух тепловых электростанций, а это сделать, ну, это годы, то есть это несколько лет необходимо. Хорошо, а вот если этого не сделают, вот будет продолжаться то, что сейчас. Смотрите, опять-таки, я сейчас к словам Плакеды. Значит, Виктор Плакеда сказал, что, значит, суммарная генерация электроэнергии по Крыму составляет 906 мегаватт, собственно, генерация 511 мегаватт, а переток Краснодар-Крым 395 мегаватт. Вот то, о чем он говорит, 511 мегаватт. И тут же он же утверждает, что там порядка 130-140, разве что мегаватт дают эти теплоэлектроцентрали. Другая генерация, это что? Солнечная? Ну, я же говорю, солнце плюс дизель, ну, то что, это, вот это очень ненадежная штука. Дизельные электростанции не рассчитаны на длительную эксплуатацию. Их после года эксплуатации надо выводить на профилактику. То есть вот сейчас они поработают некоторое время еще и начнут ломаться, выходить со строя. А их можно завести вот эти большие дизельные или там газотурбинные электростанции в общую энергосистему? Ну, это уже сделали, судя по всему. И можно, где вы подключите, но опять же, это очень дорого. Это все вот газотурбины, это все на аварийную ситуацию, чтобы подхватить на некоторое время. Ну, где-то авария взорвалась, что-то еще что-то. Это вот для этой ситуации, чтобы подхватить и дать перед их энергетикам, чтобы они сделали ремонт. Но не как на длительную эксплуатацию. Во-первых, это очень дорого. То есть электроэнергию, которую они вырабатывают, она в два раза дороже, чем электроэнергия традиционной энергетики. Есть еще один момент. Режимы работы, в которых эксплуатируют, и те же электроцентрали, ну, там же ж необходимо регулировать энергетику. Они не в тех режимах, в которых проектировались. То есть в маневровых режимах часто используются. Это приводит к повышенному износу оборудования. Тоже вопрос, сколько это все продлится. Там еще старенькие подстанции. Ну, вот смотрите, в декабре это так называемое руководство Крыма говорило о том, что у них порядка свыше 50 поломок было зафиксировано в течение одного месяца. Причем это там не квартирные, а учитывались только на подстанциях поломки. Ну, это подстанция, я же говорю. А сейчас пройдет еще пару-тройку месяцев, начнут лететь дизеля и турбогазовые установки. В Солнце эта штука ненадежная, ее надо резервировать чем-то. Там, в Союзе, по всему нечем. Поэтому даже вот эта ситуация, которая сейчас, она через несколько месяцев грозит ухудшиться, когда начнется массовая поломка оборудования. Она сейчас идет, а тут еще, я думаю, это дело. А тогда объясните, пожалуйста, вот слова господина Плакиды о том, что он говорит, что в электросетях теряется порядка 100 мегаватт. Значит, основная часть потерь, он говорит, происходит на магистралях и сетях с напряжением 110 кВт, которые передают мощность по линиям Тамань-Крым в центр Крыма, на запад и на север. Я думаю, что речь идет о том, что, опять же, не в тех режимах, в которых проектировалось использовать линии электропередач. Тогда перенапряжение и повышенные потери. А вот откуда потерь, ну, слушайте, 100 мегаватт, это, да, это ж не, там, не... Ну, у них и авария была, потому что у них было перенапряжение и на, помните, перед Новым годом, у них перегрелся кабель, потому что на него кидали напряжение, очевидно, выше, чем он спроектирован. Тоже вариант. То есть, это не проектное использование оборудования, там и потери возрастают, и риск аварийности тоже возрастает. То есть, по всей видимости, попытаются подать напряжение, которое не спроектировано. Хорошо, а что мешает, допустим, ну, ладно, допустим, построить эту электростанцию тепловую, которая будет работать на газе, большую теплоэлектростанцию, это долго и дорого? Ну, два года. Два года, да. И это очень хороший срок. Кстати, на той площадке, которая под Симферополем работа должна быть такая построена электростанция по их планам, там сейчас работает как раз вот такая переносная вот эта, как это, дизельный? Турбогазовая. Турбогазовая, нет, турбогазовая, такой большой контейнер, на котором там вот как бы работает это и выдают электричество. Она как раз стоит на той самой площадке, где планируется, что будет построена электростанция. Это рядом с поселком Денисовка, Симферопольского района, недалеко от Симферополя. Но вопрос в другом. Скажите, пожалуйста, значит, вот первое, что я читаю сейчас российские средства массовой информации, я вижу, значит, что поскольку там это дорого, там это санкции, они сейчас планируют, что будет построена такая же электростанция на территории Кубани. Это раз. И второе, а кто мешает им, ну, кину сейчас второй кабель. Вот один уже кинули, сейчас еще второй кинут. Кабель, и таким образом, если там 400 мегаватт, еще 400 практически полностью закроют потребности Крыма в электроэнергии. Надо принять это, потому что не просто подстанция нужна. По всей видимости, нет сейчас возможности принять столько электроэнергии, потому что, ну, тут мне сейчас тяжело судить, потому что что-то там строилось, вот этот год оккупации. Ну, вот мы видели, это наши корреспонденты снимали в сентябре, где вот линия электропередач как раз это от Керчи до Феодосии. Вот эти лэпы там лежали, да, они... Ну, то есть там, условно говоря, там нужна подстанция такой мощности, которую для того, чтобы принять в энергосистему, нужна подстанция примерно такой мощности, сколько приходит электроэнергия. Я думаю, что просто проблема в том, что еще нету. Такой подстанции. Такой подстанции, да. Вот 400 мегаватт могут принять, и, так сказать, пока все. Поэтому, ну, опять же, это я так предполагаю. Я понимаю, но, Сергей, получается тогда, что завести оборудование для подстанции, это же намного проще, чем построить электростанцию. А лэпы? Ну, станция, это хорошо, а линия электропередача? Тоже подстанции необходима, необходимая мощность линия электропередачи. Сколько, вот вы видели там, вот на этом видео, в сюжете наших корреспондентов, сколько обычно, какого напряжения вот эти лэпы, о чем они говорят? Ну, вообще-то, ну, где-то 220 это среднее, надо 720 для магистралки, то есть, чтобы выйти в энергосистему. То есть, ну, это достаточно дорогая штука. Вот у нас уже лет 10 не могут, у нас есть энергопрофесситный регион западный, а где закрыто, ну, почти полтора, бывает в сезон и 2 гигаватта мощностей. И просто необходимо с ровно до Киева кинуть лэп, мы уже 10 лет никак не можем. Поэтому, ну, это непростая штука и достаточно дорогая. Ну, я думаю, что это сделают, но я к чему, что это, ну, это все равно проблемы, которые надо решать, и самое-самое важное, что все равно до конца решено не будет, потому что будут все равно проблемы, связанные и с регулированием, и с нестабильностью, потому что это все-таки достаточно ненадежная штука по дну Керченского пролива тянуть кабеля. Поэтому радикальное решение, действительно, решение – это строительство необходимых объемов тепловых мощностей. Это годы. Ну, по расчетам Укрэнерго, значит, вообще комплекс мероприятий, которые позволят более-менее стабилизировать ситуацию, кинуть необходимое количество электроэнергии через Керченский пролив и, скажем, модернизировать более-менее энергосистему, ну, поменять совсем старое оборудование, сделать необходимую топологию – это где-то до конца этого года. Ну, если так, таким путем пойдут. Но я повторюсь, все равно будет масса проблем, связанных с структурой неэффективной генерации. То, о чем мы говорили. Где-то 300 мегаватт вот этих вот мобильных источников дизеля и плюс еще солнышко – это ненадежная штука, и это будет достаточно высокая вероятность аварийности. Вы знаете, вот жители Севастополя, например, они могут помочь решить эту проблему с электроэнергией, в принципе, они ее помогают. То есть, вот обычно, когда в Украине происходит что-либо, например, отключают там свет, отключают воду или что-то происходит, люди выходят на улицу, требуют – включите, да. А вот у жителей этого славного украинского города Севастополя у них немножко другая логика, да. То есть, они требуют, чтобы отключить у тех, у кого горит свет. И можно смеяться над этим, но как бы вот господин Миняло, российский губернатор Севастополя, он говорит, что, знаете, мы как бы, а я буду теперь ездить и всем отключать свет, или вообще всем без исключения будут, и все, я должна быть справедливой. Ну, в общем, какая-то хаотичная вообще ситуация, какие-то хаотичные отключения электроэнергии на сегодняшний день происходят в Крыму, о том, как это действительно, вот какая ситуация на этой неделе с электроэнергией в столице Крыма, изучали эту ситуацию наши корреспонденты. В Крыму продолжаются отключения электричества. Правда, теперь это происходит не по графикам, а хаотично. Если в первой половине января электричество подавалось стабильно, без отключений хотя бы в Симферополе, то теперь ситуация ухудшилась. Спальные районы города остаются без света по 7-8 часов. Во второй половине января в Крым пришли холода, и отключение света усложнили положение людей. Особенно ощутима эта проблема в селах. Плохо. Через 2-3 часа отдают свет. Ну, сидим без света. Хорошо, хотя еще печка есть. Топить можно, чтобы обогреваться. Ну, это плохо, конечно. Но это мучение до мая месяца такое. К такой жизни крымчане начинают привыкать. Третий месяц люди живут в беспорядочном режиме, когда свет может погаснуть в любую минуту. Вечером в 6 часов выключают, в 9 включают. Было и днем. На 2, на час, на 3 отключат. Как когда? Ну, с 22 ноября. Тогда было еще хуже. Сейчас получше уже. Как, вот вчера целый день это не выключали. А потом в 6 часов выключили. И до 9 не было. Давно уже идет, каждый день выключают. Хоть на 2 часа, на 3 часа выключают. Даже если утром выключают и вечером. Вечером это обязательно. В таких условиях крымчане выживают как могут. Во время отключений света занимаются кто чем может. Кто-то вяжет, кто-то рубит дрова, а кто-то ложится спать. Хуже всего тем, у кого нет газа. Помимо отсутствия света, им приходится терпеть еще и холод в домах. Согревает крымчан только вера в обещания оккупационных чиновников. Ну, безусловно. Безусловно ждать, конечно. Будем ждать. Я надеюсь на лучшее. Что будет неплохо. Я хочу сказать, что с приходом этой именно власти много плюсов есть. Дарплаты вот моих детей повысил. Надо терпеть, потому что пока сделают, а что делать. Надо все нормально. От чиновников крымчане хотят хотя бы четких графиков отключений света, чтобы каждый день не приносил сюрпризы. Напомним, с начала года Украина перестала поставлять электричество на полуостров. Украинские власти под давлением гражданских активистов заявили, что согласятся возобновить поставки лишь в том случае, если в договоре с Россией полуостров будет значиться как украинская территория, то есть автономная республика Крым. Российские власти с этими условиями не согласны и заявляют, что смогут самостоятельно решить проблему. На полуостров уже проложили две линии энергомоста из Краснодарского края, однако они не покрывают потребностей Крыма. Ну, это уже свежее видео из Крыма и про ситуацию с электроснабжением Крымского полуострова. Мы в нашей студии говорим с Сергеем Дьяченко, главой Бюро комплексного анализа прогнозов. Сергей, главный вопрос, знаете, какой крымчане, я не знаю, почему никто из них не задает этот вопрос, вот я бы задал все-таки. Солнечная энергетика, о которой нам постоянно говорили в Крыму, что это, знаете, как бы будущее, и Крым вообще сам будет способен себя обеспечить электроэнергией. А на сегодняшний день это там порядка 200 с чем-то, 200 с лишним мегаватт. Я не буду говорить точно, вы, может быть, уточните. Почему нельзя просто заставить Крым, знаете, с солнечными батареями, да, и сделать там курортный регион, если они считают по-прежнему, что это курортный регион, да, и таким образом обеспечивать себя электроэнергией? Дорогой источник и очень нестабильный. Значит, он требует... Ну, вот солнце есть, есть электроэнергия. Солнца нет, нет электроэнергии. То есть он требует резервирования каким-то традиционным. Ну, у нас это угольные электростанции мощностью 300 мегаватт и меньше. То есть даже просто поставив солнечные, вот везде все заставив солнечными... Не решит. То есть это достаточно сложная структура электроэнергии. То есть, я еще раз говорю, она... Там норма резервирования в полтора выше, чем для атомных электростанций. То есть необходимо резервные мощности или в гидро, или в тепловые иметь. То есть это не решит проблему. Но тут еще такой момент стратегический. Россия сейчас... Ну, понятно, что они решат... Ну, год там, в течение года-двух они так решат этот вопрос. Путем строительства электростанций. Ну, или так, или иначе, все равно решат этот вопрос. Но Россия сейчас задаст стратегически структуру, энергоструктуру Крыма, ну, неправильно. Не на перспективу. Потому что как раз вот на перспективу Крыма и как раз нетрадиционные источники. А Россия сейчас привяжет, во-первых, к себе, во-вторых, опять же, на газ присадят. Это понятно. То есть как основной... Ну, потому что газ, он и есть в Крыму. Ну, я уверен, что рано или поздно газовая генерация там станет. Но, по прогнозам, через 7-8 лет будет революция потребления, транспорт перейдет на электропривод. Вот там бы солнечная генерация и пригодилась. Потому что тогда вот уйдут все проблемы, связанные с нестабильностью. Потому что просто будут аккумуляторы заряжаться прямо на электростанции. Это не так... Ну, это уже на подходе 5-7 лет. А сейчас им зададут вот эту структуру, и они через 7-8 лет столкнутся с тем, что надо будет все это дело... Заново перейдевать. Ну, знаете, надо 5 или 7 лет этих надо еще прожить. Ну, да, надо прожить. Да, согласен. Надо прожить и с электроэнергией. Давайте так, Сергей, в завершении беседы просто на сегодня скажите, пожалуйста, то есть ваш прогноз на этот 2016 год, вот как его проживут крымчане со светом, ну, с электроэнергией или без? Или если с электроэнергией, то в каком режиме? Ну, сложно проживут с отключениями, с перебоями, это до конца года будет, это понятно. Дай бог, чтобы без системных аварий. Потому что, когда, если системная авария, связанная с развалом энергосистемы, если выйдет, ну, так, хотя бы 100 мегаватт одновременно, такое-то, в принципе, возможно. Ну, вот кабель перегорит, вот этот кабель, его порвет. Хопа, и 400 мегаватт нету. Вот, и не дай бог произойдет системная авария, это миллиарды убытков. То есть, грит-оборудование, и генерирующие, и бытовое, холодильники, телевизоры, которые незащищенные. Все, что незащищено, грит. Поэтому, это, ну, дай бог, чтобы, так сказать, без этого. Понятно. Ну, вероятность такого существует. Спасибо. Сергей Ильиченко, эксперт Бюро комплексного анализа прогнозов, был гостем нашей студии. Вообще, очень интересно сейчас наблюдать, как в Крыму приходят проверяющие из компании Крымэнерго, и говорят, а вот сколько вы нажгли там электричества за месяц? Им говорят, например, 10 киловатт. Они говорят, ну, такое невозможно. А уж неужели у вас нет стиральной машины, или электрического котла, или, там, микроволновки, или утюга? Говорят, есть. Но все сгорело, к сожалению. Это была программа «Крым сегодня». Оставайтесь с нами на канале Черноморская телерадиокомпания. Редактор субтитров А.Семкин